Начиная с 2006 года, фактически 15 лет, на территории города Сургута работает хорошо организованное преступное сообщество. Кто их наделил полномочиями-то? Я заявляю, что ты совершаешь сделку неуполномоченных. Теперь вы понимаете, как эти все древние сооружения Греции развалились? Они просто не платили за них. Ущерб зданию. Наносит ущерб зданию. Вы являетесь господином, вы являетесь высшей кастой. Они демонстрируют, что они холопского звания, и мы вправе относиться к ним, как к холопам. Директор Русин в данном случае занимается самоуправством. Там мошенничество и самоуправство, все, в зале связи. Она служебным подлогом занимается. Здесь нет никакой ошибки. Они списывают друг у друга именем Российской Федерации. За такие решения их надо в уголовной ответственности привлекать. Вот когда это все выучите, поймете, вы будете как рыба в воде. Вам плевать, что они там делают. Годик позанимайтесь, вы будете долбить так, что мало не покажется никому. Они сейчас не знают, куда деться от этого. Они обфукались. Почему? Потому что всем возражения нужно опровергать. А опровергнуть-то у них способностей-то нет. Они не встречались с этим. Они сами себя сделали смешными. Вы представьте себе, она суд открывает, а на дне все начинают прикалываться. Да мы слышали про вас, да вы для нас никто и звать вас не хочет. Быстро прибежали все и свет восстановили. Они пришли провоцировать, что ли? Конечно. Построено на том принципе, что платить должны лохи. Вот принесешь мне документы, я тебе деньги заплачу. Не принесешь ты для меня никто и звать денег. Пошел в жопу. Я расскажу и покажу людям, что нужно делать и как. Чтобы люди видели. Государственный орган несет ответственность? Или та управляющая компания, которая выкладывает? Управляющая компания, скорее всего. Но материалы это неизвестные. Прекрасно. А где написано, что я обязан доверять тем документам? А давайте мы посмотрим 185 статью. Хочется посмотреть, а? Давай. Вот тут, кстати, не ясно, кто отвечает. Там, скорее всего, должны быть условия прописаны на самом сайте. За достоверность, кто отвечает. Подождите, там написано, я знаю, что отвечает сама управляющая компания. Но 185 статья предоставляет вам, Антон, и вам, Игорь, читаем. Предоставляет вам. Вы вправе, да? Третьему лицу, вы же третий лиц, да? Вправе удостовериться. В личности. Кого? Ко? Каждого собственника помещений в многоквартирном доме, представляемых, да? И сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия кого? Управляющей организации. Давайте. Где она? Документы, подтверждающие удостовериться в личности представляемого. А кем, кто выступает представляемыми? Собственники помещений в многоквартирном доме. Я что-то придумал, нет? Антон. Ну, кроме жирной попы, ничего. Я придумал жирную попу. Нет, 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 не понял. Ну, я же так вам просто поставил. Антон мне сказал, что я, кроме жирной попы, попу ничего не придумал. Да. Ну, так получается. Так. Потому что жирной попы-то нету тут в документах, ни в материалах дела, ни в законах. Нет, ну вы говорили про то, кто что придумал. Да я и говорю, кроме жирной попы ничего. Мы говорили про потную попу. А, да, извиняюсь, сегодня была потная, вчера была жирная. Качество попы у нас меняется каждый день. Ну, это, в принципе, нормально, как Луна посветила, вот она. Ещё непонятно, что написано, вот, как-то сделать отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. То есть я должен сделать отметку, я удостоверяю. Документ, который подтверждает полномочия представителя. Читаем пункт 4. Правила настоящего кодекса о доверенности применяются также в случае, когда полномочия представителя управляющей организации, да, содержатся в договоре, так. В том числе в договоре между представителем и представляемым, то есть собственником, между управляющей организацией и собственниками, между представляемым, то есть между собственниками и третьим лицом, между собственниками помещений и вами, либо в решении собрания. Вот любые из этих документов должны быть представлены вам в качестве подтверждения полномочия кого? Управляющей организации. А вы, получив эти документы в порядке статьи 312 Гражданского кодекса, вправе удостовериться в личности представляемого, то есть каждого из собственников, которые наделили управляющую организацию полномочиями оказывать и выполнять услуги и работы по содержанию жилых помещений в многоквартирах. А также предоставлять коммунальные услуги собственникам и нанимателям помещений в этом многоквартирном доме. Я ничего не упустил? Ну да, может быть, такое сформулировка, это не обязан, а может быть, а может и не быть. Что не может быть? Письменная полномочия может быть представлена третьему лицу. Отлично! Отлично! Может быть, представлено, а может быть и не представлено. А раз оно не представлено, значит что? Значит нет полномочий. Есть полномочий. Документ есть, значит мы смотрим. Подтверждает он обстоятельства или не подтверждает. Я же вам сегодня, вот 196 статью открываю. Оценивает доказательства. Вы полноправный участник гражданских отношений. Антон и Игорь и я и Ольга Борисовна и тут у меня большая группа людей по всей стране, которые, извините, оценивают каждое доказательство. Мы полноправные участники гражданских правоотношений. Мы оцениваем доказательства. Доказательства либо есть, либо нет. Нет доказательства, нет документа, подтверждающего полномочия. А то, что они там где-то чего-то ополняют, да мне плевать, кто их наделил полномочиями-то. Если тебя не наделили полномочиями, что ты вдруг кинулся-то, что ты делаешь? Денег охотяем. Поехали дальше. Нет, подождите, вы же не разобрались. Все, я уже понял. Я понял уже. Антон, вы поняли? Ясно, ясно тут. Ну, да, поехали дальше. Оцениваем документ. Документа нет. Оценивать нечего. Полномочия не подтверждены. Отказать в удовлетворении рисковых требований в связи с тем, что управляющая компания не подтвердила факт наделения ее полномочиями, собственниками помещения, в общем, многоквартирном доме, адрес такой-то, путем принятия решения на их общем собрании. Все? Да, все понятно. Предоставления документов нет. А то, что он там собирает деньги какие-то, то, что он там якобы оказывает совершение сделки неуполномоченным лицом, вот и иди туда. 183-я-то осталась. Я заявляю, что ты совершаешь сделку неуполномоченным. Да мне похрен, что ты там чего-то где-то понес. Я должен тебе что-то возвращать. Сегодня ты прибежал, сказал, что я тут оказываю, завтра другой придет придурок, точно так же предъявит. Я что, ты должен каждому платить? Я-то почему об этом говорю? Я в свое время у меня, я сейчас скажу, в 2016 году, у меня такая же ситуация была. Две управляющие организации направили два платежных документа. Вот у меня, значит, ко мне обратилась жительница, говорит, я платила по квитанциям, а сейчас другая пришла в суд меня вызывать, чтобы я заплатила там той организации 180 тысяч рублей, сейчас другая говорит, что я ей должна 180 тысяч заплатить. Я говорю, а у вас договор управления-то заключен с той организацией, которая платила, которую платили? Нет, не заключен. Я говорю, ну поехали в эту управляющую организацию. Приехали в управляющую организацию, говорю, ребят, либо вы заключаете сейчас договор, либо мы подаем заявление о том, что вы мошенническим способом взыскали денежные средства. Они заключили с ней договор с Надеждой Федоровной. Мы подписали, все, отлично, я прихожу в суд, управляющая компания начинает предъявлять, я говорю, так, давайте мы с вами разберемся. Вы-то на основании чего предъявляете? На основании решения собственника. Я говорю, отлично, а где собственники-то? Они говорят, мы же оказываем услуги, я не знаю. Вот у меня, у моей доверительницы, вот есть договор управления, она с ним его заключила, она деньги перечисляет. А вы договор-то предложили заключить? Они говорят, нет. Раз нет, тогда что, все, приперлись? Когда заключите, тогда и предъявляйте. Суд признал нашу правоту. Вот и все. Здесь то же самое. Давайте дальше, что ли? Я не знаю, Антон, все понятно, нет? Да, к этому, к исковому заявлению, может, вернемся? Да, давайте. Там еще хлеще формулировки будут. К исковому, давайте, какие формулировки? Какие, на ваш взгляд, еще хлеще? Ну, дальше на следующие страницы. На следующие? Ну, давайте. Следующую страницу мне даже любопытно, что там такое супер-пуперовский-то там произошло. Вот здесь? И что тут? Самый верх. А! Ущерб зданию. Наносит ущерб зданию. Не в состоянии осуществлять в полном объеме содержание и ремонт. Скажи, я сейчас заплачу. Теперь вы понимаете, как эти все древние сооружения Греции развалились? Они просто не платили за них. Ну, у них там управляющий компания. Да, да, да. Все, пересислили. А 312-й-то забыли. А 44-й, 48-й забыли. А 162-й-то, почему вы избирательно применяете ЖК РФ? И 131-ю, 132-ю не применил. Дураком, а туда же лезет. Ладно, размажу я эту ***. Может быть, это? С дерева недавно спустился. Видать, очень здорово. Я сразу скажу, что вот это... Рисконсульт, что ли? Да, Матюшенко. Представитель ООО УКДС. Видимо, недавно с дерева спустился. Холоп холопом. Почему? Потому что не знает, что такое подпись. Не знает требования закона. Когда хочу, тогда исполняю. Когда не захочу, буду от него свои поганые, вонючие ноги вытирать. Вот он вам что демонстрирует. А, значит, судей используют на побегушках. *** на побегушках ему очень нужны. А те бегут и готовы исполнять, потому что мозгов своей нет. И не знают норм права. А ведь это... Вот это судья, это и есть *** на побегушках. Да, слушай. Виктор, а вот о восстановлении. Мы сейчас должны подать исковое восстановление, если правильно. Да? Вот мы сейчас... Первые действия, исковое восстановление положения, существовавшие для нарушения права. Вот сейчас надо, смотрите, по Антону конкретно рассказывать. Заявление о разъяснении и решении суда, она, естественно, начнет дуру включать о том, что определения и разъяснения не подлежат. Почему? Потому что мы ее фактически схватили за руки, за ее поганые, шаловливые. Но это отказ ее, значит, ответить. Это будет самостоятельным основанием для обращения, значит, для обращения в квалификационную коллегию. Мы будем говорить, что она не знает норм процессуального права и, значит, и, соответственно, не исполняет надлежащим образом. Ее надо устранять отсюда, убирать. Она не способна осуществлять. Как ее фамилия? Это... Амельченко. Амельченко. Ну, скажем, ее близко подпускать нельзя к осуществлению правосудия. Почему? Потому что, ну, во-первых, она, значит, холопского звания, она холопка. А раз она холопка, то холоп не может господ судить. Это по определению. Называя вас по фамилии, имени, отчеству, она признает факт того, что вы являетесь, вы являетесь господином, вы являетесь высшей кастой. А указая себя, значит, только по фамилии, без указания имени, отчества, они признают себя холопами. А холопы не могут судить господ. В квалификации такие же холопы. А мы должны показывать, что они сами, сами, они же сами признают себя холопами. У холопов не было имени, у холопов не было отчества. Более того, они демонстрируют свое неуважение к имени, которое наделила их матушка с батюшкой. А во-вторых, они не признают отчества. То есть они презрительно относятся к своему отцу, когда вот так пишут. И мы должны об этом четко говорить. Здесь иного нет. Нормы гражданского кодекса четко определяют. Каждый выступает под своим фамилией, именем и отчеством. Причем полным. А если они выступают под таким, то они демонстрируют, что они холопского звания. То есть они холопы. Более того, они демонстрируют свою невежественность и дурь. А с дураками, извините, с дураками общаться нельзя. Более того, от них держаться надо подальше. Потому что они не понимают, что они творят, что они здесь не понимают. Последствия своих действий. А также не могут ими руководить. Вот это Матюшенко и вот это Амельченко. Они демонстрируют, что они вообще ничего не понимают. Я наоборот стараюсь к ним поближе, чтобы показать их на видео для всех. Кого? Ну, всех. Я всех на видео показываю. Я уже три года видеоблог веду. Подождите, мы должны четко понять. Подождите, Игорь, сейчас с Антоном закончим. Показывая их ближе, вы говорите, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что они сами себя признают холопами. Есть гражданин страны, гражданин страны, он выступает. Читаем статью 19. Давайте, раз уж мы по этому поводу пошли. Не я же это придумал, а, извините, это гражданский кодекс, открываем 19-ю статью. Они не признают себя гражданами, они не признают себя холопами. Им похоже. Мы, самое главное, мы должны указать, что перед нами холопы. Они не понимают совершение своих действий и не могут ими руководить. Гражданин под своим именем. А если они осуществляют свои права и обязанности под фамилии и инициалами, значит, они сами не признают себя полноправным гражданином страны. И мы вправе относиться к ним как к холопам. Ну, примерно то же самое я и показываю в своих видео. Да, вот мы и должны сказать, надо поржать над ними. Давайте я приколюсь над ними. Над ее их плотными попами, блин. Виктор, я тут набросал списочек, если чат откроешь, увидишь. Чего? Ну, какие документы нужно составить? Чат у тебя видно? Сейчас, подождите. Ну, а что, тут как-то работать странно стало. То ли оборудование. Так, Мельченко, служебный подлог, да? Разъяснение определения, да? Заявление о разъяснении определения. Служебный подлог скамерен, это не скамерческое, а коррупционное, исполнение коррупционной обязанности. Про директора Русина. Директор Русин в данном случае занимается самоуправством. Более того, я насколько понял, у него нет документов, подтверждающих его полномочия. Это заявление о возбуждении уголовного дела, как минимум, в отношении этого директора Русина. Фамилия, имя, отчество. Заявление о возбуждении уголовного дела по этому факту надо указывать, значит, подавать в полицию. Я уже подал в прокуратуру по 159 УК, и там еще несколько статей. Там мошенничество и самоуправство, все в взаимосвязи. Мошенничество. По самоуправству, причем, потому что нет документов. Но надо, когда мы подаем заявление, надо конкретно указывать. У директора Русина, для того, чтобы он имел право в жизнь направлять квитанции, должны быть документы. Это решение, общее собрание собственников. Где это решение? Более того, он не исполнил обязанности, возложенные у него статьей 162, а деньги взыскивают. Есть его код закона, они допускаются с противоправной целью. У него в данном случае цель какая? Неосновательное обогащение, предвитение денежных средств между установленным законом и сделкой оснований. Все, что тут? По-моему, ясно. То, что там у вас судьи, они не знают, за что схватиться. Да, холопка на холопке, ну так что сейчас делать? Мы в любом случае должны с ними бороться, мы должны показывать, что вот эта судья, она фактически демонстрирует свое холопское происхождение. И всегда знайте, что перед вами холоп, или как там у них бабочки, бабы-то назывались. Мужики холопами, а ее это вообще, по-моему, ни за что не ценили. Виктор, а вот это вот встречное исковое, которое мы подаем, вот что значит восстановить положение, существовавшее для нарушения общества, процессуальных прав и заявителя? Они подали исковое заявление, подали без соблюдения требований закона. Правильно? Да. Восстановление положения, значит, первоначально оставить без рассмотрения и разрешения. Без рассмотрения должно быть расставлено. принято решение отменить определение, выше стоять вот той организации мирового судьи и вернуть, оставить его без рассмотрения. Но это оно должно быть принято к производству до того, как решение по существу по этому делу было принято. Правильно? Здесь, смотрите, должно быть как. Да, вот, а как вы успеваете, пять дней. Там когда у вас судебное заседание, Антон? У меня двенадцатого февраля. Все, двенадцатого февраля, сегодня первое. Завтра подаете, пять дней, ну максимум восьмого, девятого, до двенадцатого числа, вы уже подали, подаете. И здесь заявляете, здесь надо написать, судья такая-то, действие преступно, исполняя коррупционные обязательства в отношении организации, у которой отсутствуют документы, подтверждающие полномочия. Вот и все. Здесь точно такая коррупционная связь. Нет ни одного документа, подтверждающая. Она собирается рассматривать в упрощенном порядке. О каком упрощенном порядке-то идет речь? Там в упрощенном порядке, если вы не оспариваете решение, а вы его оспариваете, так или не так? Конечно, я и в судебном приказе там много чего написал. Вот именно. Вы уже там говорите, что я не согласен. А она собирается в упрощенном порядке. Духой туда лезет. Ну то есть вот это дело приняли, исковой наши уже приняли к производству, и мы в основном в том деле заявляем в ходатайство об отложении дела до рассмотрения этого по существу. Правильно? Да пусть она хоть что там делает. Вы можете подавать, она может отказать, да плевать. У вас все равно это заявление осталось открытым. Вы подавая заявление о восстановлении положения, вы фактически дезавуируете ее решение. Она-то может хоть что делать. Пусть хоть на ушах стоит. Трусы снимет и размахивает, бегает по залу. Но в любом случае заявлять надо ходатайство об отложении, или пусть само идет время чередовое решение. Заявлять надо. Заявлять надо. Вопросы? Через иск или отдельно ей? Вот у вас должно быть сейчас, вы должны готовить заявление об отводе, о безусловном отводе. Указывать, что она вообще не способна что-либо осуществлять, какие-либо действия. Более того, она совершила действия, имеющие признаки преступления, служебного подлога. Это я уже написал ей. Вот. Это уже однозначно, что она служебным подлогом занимается. Здесь нет никакой ошибки. Какая здесь ошибка? Вы поднимаете исковые... Ошибка была бы только в одном случае. Если бы они где-то... Ну, там бывает что-то. Там вот это что-то есть, там чего-то нет. Ну, такие вещи, которые вот элементы, когда проверяешь, элементы проверить легко. Они либо есть, либо их нет. Когда ей указываешь на это, она упирается и действует дальше. А это... Значит, если вы указываете, она обязана что? Она обязана восстановить положение существа ваше до нарушения ваших прав. У нас гражданский кодекс об этом говорит. На нее возложена обязанность восстановить положение, обеспечить защиту ваших прав. А если она не исполняет, мы-то почему должны шевелиться по этому поводу? Так, еще вопросы, ребят. Я устал, честно говоря, уже чуть-чуть. Виктор, я над вас перечу, поэтому на сегодня все я дам хорошее. У меня вопрос. Антон, спасибо. Давайте. Значит, самый первый документ, который должен подготовить, это иск о восстановлении положения, да? Ну, у вас вообще... Вообще это делается очень быстро. Вот я скажу, что я говорю, Антон. Почему? Потому что обстоятельства одни и то же, там два-три слова меняете, и уже пошло дальше. Формулировка стандартная, поэтому вот то, что вы сейчас подаете заявление о восстановлении положения, вы там указываете обстоятельства, указываете, что должно быть, фактически там сделано то, что говорит о нарушении нормы права. Подаете заявление об отводе, то же самое вы говорите, так извините, и вот это, и вот это сделано. Подаете заявление об устранении судьей, допущенного ею нарушения требований законодательства, тоже об этом говорите. И говорите, каким образом и восстановить положение, предписать управляющей компании сделать то-то, то-то. Тогда я приму ваши, наскав-то, изменения. Вот и все. Еще раз, все действия мы направляем на то, чтобы показать защиту своих прав и свобод. Подаем заявление, она отказывает, подаем возражение относительно действия, она отказывает, подаем заявление об отводе. Вот такое, как бы, знаете, первое устранение нарушения, значит, какое, вот мы берем первое, да, не указаны сведения о имени, отчестве и фамилии, значит, представителя и сад. Не указан? Не указаны. Должны быть указаны. И в его адресе. Не указаны, значит, уважаемый суд требует восстановить положение, существовавшее до нарушения этого права. Путем предложения управляющей организации внести изменение, высказать заявление и подать такое заявление. У них же есть право изменить содержание. Вот. Если они отказываются, они будут вещать, а я здесь не обязан ничего делать. Ну, все, уважаемый суд, требую признать действия истца недобросовестными и при принятии решения отказать в удовлетворении заявленных исков требований в полном объеме. Руководствуюсь статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот и все. Виктор, а вот заявления об устранении нарушений, они в хронологической последовательности должны быть предъявлены? Как они, нарушения происходят или по степени их важности? Мы идем по порядку. Рассмотрение дела по существу заключается в следующем. Мы берем последовательность, которая изложена в нормах процессуального права. Открываем 131 статью и там все написано. Вот мы открываем статью 131 и по ней пошли ГПК. Вот как там написано, мы так и идем. Вот как написано, 131. Вот пошло содержание, вот они требования. Дошли обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Вот мы и пошли по этому. По каждому обстоятельству. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот это все. Сколько там есть? Наплевать, сколько там будет этих заявлений. На каждое обстоятельство отдельное заявление подаем. На каждое заявление готовим сразу возражение относительно действий председательствующего. На каждое заявление готовим заявление об отводе судьи. То есть мы заявляем о том, что предположим, нет имени и отчества. И говорим, следует устранить, потому что заявления с этого момента не имеют юридической силы и не может быть положено основу решения суда. Ты либо восстанавливай ситуацию, либо отказывай, оставляй без рассмотрения. То есть мы должны их загонять на ту территорию, когда либо у них, значит, либо они устраняют допущенные нарушения, либо у них отказывают в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Либо то, либо другое, либо то, либо другое. Виктор, а вот по поводу, вот немножко отвлеченные, ну еще чуть-чуть, значит, по поводу тайной комнаты, если она вообще рассматривает отводы, сидя и говорит, я вам сразу отказываю, это вообще существенный момент, на это надо ссылаться. Нет, нет, вы спокойно относитесь. Вы, я даже, знаете, рекомендую, да у тебя силы не воли прямо написать там, мы сейчас пишем даже в заявлении об отводе, в связи с тем, что судья у нас трусливый и покосливый, он не сможет аддиктивно рассмотреть и опровергнуть доводы заявления об отводе. И поэтому мы спокойно отнесемся к тому, что она скажет, что, значит, не указаны какие-то обстоятельства, свидетельствующие, значит, они там пишут такую дурь, надо вот просто, я возьму, подниму, и честно говоря, они там такую дурь пишут обычно, потому что, извините, если человек дурак, то его по определению сразу можно определить, что перед нами дурак. Это они думают, что они такие умные, они почему думают, я вам скажу, они списывают друг у друга. Вот сейчас в судебную систему пришли откровенные идиоты, они не способны ничего ни думать, ни понимать, они не знают элементарного, но мантию нацепили и выносят решение именем Российской Федерации. За такие решения их надо к уголовной ответственности привлекать. Ладно, Виктор, на сегодня я думаю, спасибо вам большое. Виктор, Виктор, а этот, можно образцы вот этих всех заявлений, возражений, отвода? Ну, мне надо искать, я не знаю, у меня тут, вы видели, сколько у меня папок? Это вот буквально с начала года у меня, там около 40 их. В каждом, в каждом еще не по одному делают, все это одновременно. Мне тяжело, знаете, я вот когда выкладываю материал, я вот пришел, рассказал, я рассказываю о принципах. А эти принципы, они постоянные. Вот когда это все выучите, поймете, вы будете как рыба в воде, вам плевать, что они там делают. Вот для меня, я вот, скорее сразу скажу, как только я вот эти все принципы изучил, все взаимосвязи внутренние, вот мне совершенно по барабану, кто и что делает, кто и что говорит. Я вообще могу не слушать, что они там молотят. Я просто знаю, что передо мной дураки. И вот мы с вами сегодня разбирали, я же ничего не придумываю, на ходу все прямо вам рассказываю дословно, потому что я уже выучил эти нормы. Но у вас, конечно, сложно, потому что вы только начинаете. Годик позанимайтесь, вы будете долбить так, что мало не покажется никому. Виктор, а практика в процентном соотношении какая? Какая практика? Ну я имею в виду вот эти дела, которые все четко сформулированы, какой результат? Результат какой у дурака может быть? Они сейчас не знают, куда деться от этого. Вот они уже сейчас, у меня какое-то дело, они уже рассматривают, по-моему, скоро два года будет. Все еще не могут разобраться. Я вам сейчас скажу, значит, подали мы заявление, значит, вот такое встречное. Там уже вынесено решение, они сейчас не знают, как от нас отвязаться. Почему? Потому что не знают в апелляцию, они боятся направить в апелляцию. Они начинают всякую хирню придумывать, чтобы это не отправить в апелляцию. А мы их сейчас размазываем. Я ведь вам те документы, которые мы судье направляем, мы эти вам тексты прямо так и выкладываю. Они вот какие есть, я их ничего не причесываю. Но вы видите, документы достаточно жесткие, формулировки там достаточно жесткие. Виктор, а получается, ну я попробую сам, конечно, это все составить, но, конечно, бы хотелось бы хоть какие-то образцы. Ваша задача, давайте так. Вот сейчас, Антон, вам нужно сосредоточиться, вот я заявление дал, вот по этому заявлению прямо офигачьте. Первое, что делаете, вот эти, значит, четко делайте, вставляйте хотя бы те обстоятельства по каждому, по предложениям. Вот вставили, 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 потом мы с вами вместе сформулируем, значит, как бы, как, что там нужно. Добро, постараюсь сегодня сделать. Вот, это все делайте, там вещи стандартные, есть вещи нестандартные. Вещи нестандартные вместе с вами сделаем, а стандартные вы сами напишите, там особо проблем нет. Ну, вот я людям, которым даю, те, которые вот у меня сейчас делают, они один-два раза позанимались, Виктор говорит, вообще, все круто, быстро делаем. Добро. Как сделаешь вообще? Ну, у меня Ольга Борисовна 200 страниц мне готовила. 200, сколько? 209, да, было? 7. А? 7. 207. 207 страниц, да, вот, да сколько? За полтора, да? Да. За полтора дня она сделала самостоятельно, то есть по образцу. Ну, вот, дали бы такой 270-страничный образец. Да, а что толком? Мы написали, они сейчас, они, они офукались, почему? Потому что все возражения нужно опровергать, а опровергнуть-то у них способностей-то нет, они не встречались с этим. Они сейчас не знают, а мы их сейчас обсираем и говорим, да у вас вообще, вы только ходите, щеки надувайте, да глаза пучите, да полупопиями потными шевелите, под мантиями. Они просто напишут, не видим ничего, не усыновлено. Так, а я тоже не вижу, кроме, кроме тотных полупопий-то, я больше не вижу. Ох, да. Решения-то нет. Они, еще раз, ребят, мы, понимаете, очень серьезно относимся, научитесь над ними прикалываться, ржать. Почему? Потому что то, что они творят, вот как только все граждане начнут над ними прикалываться, все, как только начнут, вот сейчас, смотрите, выходят там люди, начинают там что-то сердиться, да не сердиться надо, а надо уже ржать над ними. Как только начнут над ними клоуничать, все, власть потеряла свои, вот все, что могла, она потеряла. Как только люди стали над ними хохотать, все. Виктор, а у вас по поводу смешными? Мы делаем смешными. Они сами себя сделали смешными. Не мы же. Да им уже плевать на свою репутацию, их у нее нету, главное. А если им плевать, тогда мы праве их называть, как мы считаем, хоть холопами, хоть как. Раз им плевать. Им бабки главное, а что там их как называют? Это, еще раз, это Игорь кажется. Это Игорь кажется. Это пока публично их не коснулось. А вот когда публично будут касаться, тогда я так думаю, ну представьте себе, она суд открывает, а на дне все начинают прикалываться. Да мы слышали про вас, да вы для нас никто и звать вас не кричит. Это дело такое, это публичная работа, причем судебная. Так что, не надо. Все это. Ну а вы сами-то по своей кварплате смогли так, чтобы не платить мошенникам, или все-таки вынудили они вас? Вон, Ольга Борисовна, сколько вы уже не платите? Скажите. С 11-го года она не платит ни копейки, с 12-го года ни копейки не платит. До приставов дошло это дело? А что толку? Они даже и не подают, они знают, что мы здесь, мы их раскрутим и приставов, раскрутим и коронавирус. Они вот здесь 3 года, правда, эта Ольга Борисовна сидела без света, направили в это, куда вы направили? К президенту? Да всем направили. Она как начала всем направлять этим, высшим, сюда примчались, она на прием в Питер поехала, на прием следственный комитет попала, прямо к начальнику пришла. Сказала, что за херня такая, у меня долгов нет, значит я готова платить. Они мне и документы не направляют, и свет отключили. Быстро прибежали, все, и свет восстановили. Хорошо. А дело в том, что они направили как? Она направила документы, которые, давайте мне документы, я буду вам платить. Они документы не направляют. Она говорит, ну раз не направляют, значит вы и деньги не получите, мне насрать на вас. Вот и все. Молодцы, то есть есть практическая ценность не только над ними посмеяться, но и не платить мошеннику, вот что. Игорь, еще раз, не забывайте, сейчас мы находимся в той ситуации, когда в суде собралось быдло, и этому быдло никто не противостоит надлежащим образом. Вот так, чтобы прямо и говорить, ты вот здесь накосячила, давай исправляй. Ты вот здесь накосячила, давай исправляй. Нету таких людей. Вот я смотрю, вот фактически нет. Ну представьте себе, ну ладно, Богданов Фиктор Владимирович, что это один чего-то трепыхается, что-то делает. А вы-то где все остальные? Я тоже трепыхаюсь. У меня, между прочим, стаж 2012 года тоже. Вот видите, какой вы наглый. У меня там еще отягтяющие обстоятельства, они еще даже не достроили квартиру, а стали уже квартплату брать. Вот, сука, я каких свет не видал. Вообще, я плачу, строю. Ладно, ребят, ребят, давайте мы как-то будем завершать просьбу. Спасибо, Виктор, большое вам. Благодарствую. Давайте, ребятки, доготовьте завтра утречку, как встретиться, я не знаю, будет у меня силы завтра на урок. Ну, постараюсь подготовиться. Антон, значит, смотрите, мне нужно от вас, я начал готовить процессуальные документы, мне нужно от вас номер телефона, чтобы я подготовил шаблон документов, процессуальный, чтобы все у вас было аккуратненько, единообразно. Когда вы сможете меня направить на почту? Номер телефона прямо сейчас? Какой нужен? Городской пойдет или только федеральный? Любой, на который, чтобы вам могли, я же ваш бланк, я сейчас подготовил, значит, шаблон вашего документа, чтобы я туда внес. Все, больше ничего не надо. И я направлю вам сразу же документ, который я подготовил. Этот шаблон, можно будет на основе этого шаблона все остальные документы делать. Слушай, Виктор, а там ты разместил пост, по-моему, сегодня в ВКонтакте, что ли, 18 документов, именно вот по мировым судям, по ГПК. А что-то ссылки на документы нет? Так, это про... Про какой пост? Еще раз, Антон, ну-ка, напомни. Ну, мне пришло сообщение, что сегодня у тебя на странице был пост по поводу документов. Так, вот так. А, понял. Вот, сегодня в 3 часа 52 минуты. Значит, я выложил перечень документов, минимальный перечень документов, которые необходимо процессуально готовиться к судебному заседанию. Это просто перечень документов, которые должны быть у вас. Название процессуальных документов без ссылок. Потому что был вопрос, где, чего и как. Но дело-то в том, что надо вот эти процессуальные документы научиться грамотно заполнять. Как только любой человек поймет, каким образом составляются процессуальные документы, все остальное становится уже просто технической работой. Вся беда, вся беда в том, что вот я сегодня как раз проводил урок, вся беда в том, что большинство людей не представляют, как должен проходить судебный процесс. В результате, вот эта ***, которая сегодня скопилась, это бывший прокурорский, бывший полицейский, вот этот ***. Они вообще не знают, что это такой судебный процесс. Ну я к такому же выводу пришел. Ну а раз они не знают, их значит надо учить. Ну а чтобы учить, нужно самому научиться, я стараюсь. Ну, я-то вижу, вижу. Значит, у вас сейчас суд когда будет, только напомните мне. 12 февраля, через 10 дней. 12 февраля, я так и не понял, что там, рассмотрение по существу. А, это у вас будет это, в упрощенном производстве, да? Да, да, да. Да, там нет оснований для упрощенного производства, это ***, бегает, что-то молотит. Ну ладно, бог с ним. Ну вот я в этот иск-то подготовил, который ты мне советовал, я его это, ну сделал, отправил сегодня на почту утром. Я видел, но я еще не прочитал, потому что он был занят. Хорошо, я к утру прочитаю, ознакомлюсь, надо будет направить это исковое заявление в вышестоящий суд. Веролосу судьи будем чухать по полной программе, тем более это не какой-то, почему исполняющийся обязанности? Кто его, кто назначил исполнять обязанности? А там в материалах дела есть постановление председателя суда городского Кузнецова? Так, мне тогда надо будет название вашего городского суда полное и фамилию, имя, отчество председателя суда, потому что я на его имя буду писать, готовить документы. И еще, мне нужно, значит, квалификационную коллегию, квалификационную коллегию, значит, Югра, да, у вас там, вот, значит, адрес и председатель этой квалификационной коллегии будем готовить свои документы на вот эту ***, которая не умеет два слова связать. Сейчас это все пишу. Похвалим квалификационную коллегию судей, почему? Потому что уровень подготовки судейского корпуса отражается, вот показывает, как работает квалификационная коллегия, так и судьи работают. Если квалификационные коллегии, дураки работают, то, собственно говоря, от судей ожидать чего-либо другого нельзя. Так, председатель сургутского городского суда, название мирового суда, да? Ну, мировой суд у меня уже здесь есть, я все подготовил. Мне сейчас нужно название городского суда, имя, полное имя председателя городского суда, квалификационную коллегию, кто у вас там, значит, Югре. И, значит, ну, все, собственно говоря, председателя не надо, но если будет председатель, фамилия, имя отчества, тоже будет очень здорово. Уже пишу. Все, давайте, пишите, отправляйте, я отдыхать ложу где-то, если есть вопросы, давайте задавайте, если нет, то давайте, я пошел отдыхать. Ну, в принципе, нет, я сейчас буду готовить сообщение о совершенном преступлении, как могу, отправлю. Да, здесь надо, здесь надо, совершили преступление, почему надо, здесь надо говорить о том, что это самоуправно, самоуправно сфальсифицировали документы. Документов, подтверждающих наделение их полноручия управляющей компанией, нет. Они именно, вот здесь же, смотрите, здесь должно быть, Антон, все понятно, они на управляющую компанию возложены обязанности заключить с вами договор управления, если ее выбрали собственники на общее собрание. Кто им мешал вам направить эти документы? Никто. Вы к ним обращаетесь, они говорят, мы вам ничего не дадим, так? Да. Все. Значит, они никто. Я бы вообще, если бы был ствол, я бы их там вообще как погнал оттуда все, вот эту всю команду нахер. Нельзя, им это только и надо было. Они же меня видели, провоцировали. Они пришли провоцировать, что ли? Конечно. Красивые, симпатичные, я сразу это понял, к чему они уклонят. Ну, ясно. То есть им нужно было провоцировать. Конечно. Он же меня и толкать начал, и сматерился там, и по-всячески. Не получилось. Ничего страшного, ничего страшного. Надо вам людей побольше забрать, таких мужичков, которые... Так они приехали буквально через минуту. То есть они все быстро сделали. Я как только свет пропал, я сразу своим сообщил, меня отключили, срочно приезжайте. И вот они 10 минут ехали и все, приехали, а эти уже разбежались. А они на машинах эти *** взяли? Ну, конечно. В следующий раз она просто с ребятами сразу разговаривает. Не-не-не-не-не-не-не. Никакого криминала. Никакого криминала. А это не криминал. Это не криминал. Я слышал, слышал твою версию. Споткнулся в это случайно. Совершенно верно. Здесь не надо. Еще раз. Мы должны в зубке показывать этим ***. Здесь нет ничего криминального. Я бы мог согласиться, что это криминал только в одном случае. Принеси мне документы. Вот принесешь мне документы, я тебе деньги заплачу. Не принесешь ты для меня никто и звать тенька. Пошел в жопу. Ну, видимо, у нас разный с вами опыт, поэтому вот так вот. Ну, ладно. Антон, давайте до завтра свяжемся где-то часов в 9, если вас устроит. Ну, давайте, Антон, до завтра. Так, смотри, это все отправил, всю информацию, которую ты просил только что. Сейчас проверю, подожди минутку. Ага, все есть, пришло. Телефон, председатель Сургутская. Все отлично. Давай до завтра. Добро. Благодарствую. Ну, Сургуту, Сургуту, привет. Благодарствую. Смотри, вот мы с тобой смотрим документы. Размер платы за услуги по управлению. А в платежных документах, насколько я понимаю, ты платежные документы, кстати, они представили в материалы дела? Нет, я тебе все сфоткал. Вот все, что есть, и договора там нет, управления. Нету. Отлично. Весело. Весело, весело, встретим Новый год. Вот я про что и говорю, ну-ка, давай-ка в той странице еще посмотрим, что там говорит. А здесь размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Смотри, правильно? Угу. А здесь у них уже размер платы за услуги по управлению многоквартирным содержанием и ремонту и текущему ремонту общего имущества. А это часть. А жилое помещение где? Нету. А приложение номер 3, договор управления, а где сам договор управления? Нету. А договор-то управления где и кем он подтвержден? Где условия договора-то управления? Нету. А какая связь между этим? Они рассчитывают, что здесь кругом дураки, что ли? Да. Это любопытно. Ну и как обычно. И это вот это все фуфло они толкают туда и рассказывают нам сказки о том, что здесь они там супер-пупер чего-то могут. Здесь легко все просматривается. Начиная с 2006 года, фактически 15 лет, на территории города Сургута работает хорошо организованное преступное сообщество. Все, по-моему, ясно. Мне даже больше и рассказывать нечего. Из документов все видно. Какую управляющую? А выборы управляющей организации? Отлично. Где место размещения, расположения этой организации? Кто руководитель? Кто действует от этих организаций? Это УК, НИКОМ и ДЭС. Кто вправе действовать без доверенности? Кого выбрали-то? Кому обращаться-то? Ну, здесь самое главное, что, насколько я помню, статья 185 Гражданского кодекса предписывает сделать отметку о том, что лицо, которое вот этот документ приняло, да? Оно убедилось в полномочиях представляемых. Но сейчас-то у тебя, Антон, как доверенности, я правильно понимаю? Еще раз пропадал. Что у меня? Вот этот документ управляющая организация использует как документ, подтверждающий наделение ее полномочиями. Ну да. Ну, кто представляет этот документ, тот и должен предоставить сведения о представляемых, которые приняли участие. А здесь их нету. Проверить-то нет возможности. В данном случае представили документ, который подтверждает ничтожность принятого решения. А он ничтожен с момента. Мы установили, он ничтожен с любого момента, с момента издания этого документа. Вот он, с 7 декабря. То есть они действуют по ничтожным документам. И они даже не стесняются сюда бегают с этими документами. Молодцы, красавцы. Так, ну и что сейчас маманя твоя вот такая биологическая говорит? Да ничего не говорит. Ты с ней не общался? Нет, я с ней не общаюсь. Антон. Антон. Ничего не говорит, я с ней не общаюсь. А как ты говоришь, что кто-то тебе смс-ку что ли прислал? Да, она смс-ки шлет и все, я не отвечаю. А какие она смс-ки шлет? Ну что типа, проплати, я занимала денежных средств, короче, отправила и там типа попросила Гришу, вот этого Матюшенко Григория Александровича, она его называет Гришей. То есть это личный заинтересованность сразу прослеживается. Нет, подожди, стой, стой, стой. Давай так. Там личный заинтересованность, пока оценки оставляем. Значит, она позвонила, сказала Грише, а Грише-то что, она не смогла сказать сразу, что это сама? Слушай, дорогой товарищ, а что ты бегаешь, свет выключаешь человеку? Слушай, Виктор, мы же с тобой прекрасно понимаем, что начальник Юра дела с 10-летним стажем как минимум, а у нее там 25 лет как минимум стажа, которая работала в этой фирме, она прекрасно это все знает, всю эту кухню. Я еще раз, я прекрасно, еще раз, вот смотри, Антон, я прекрасно понимаю, как построена система ЖКХ. Она построена на том принципе, что платить должны лохи. Я правильно понимаю? Лохи должны платить. А умные люди не платят за ЖКХ. Теперь смотри, те прибегают и начинают делать из тебя лоха. Я правильно понимаю? Ну да. При этом они прекрасно знают, что твоя маманя долгое время там работала и была, извини, достаточно крутым начальником. Правильно я понимаю? Да. А с ней-то что, они эту тему не согласовывали? Да, конечно, согласовали. Отлично. То есть... Я так понимаю. Они согласовали, то есть от нее команда произошла тебе чухать? Ну, скорее всего. Понятно. Скорее всего, от нее. Ну, раз от нее это произошло, так пусть она тогда и платит за все. А что, проблема-то в чем? Я пока зафиксировать хочу ситуацию, зафиксировать. Я не сказал, так не принял решение, куда мы двинемся дальше, и какое будем принимать, что будем предпринимать. Решения пока нет. Мы зафиксировали. Кто-то хочет платить за тебя деньги. Ну, пусть платит. Тебе-то, а что от этого? Не теплее, не холоднее. Нашелся со стороны спонсоров, спонсор. Я как живу, так и живу. Правильно или нет? Ну, да. Только я предполагаю, что это не просто спонсор, а, скорее всего, ДСВЖР через нее проплатили. Да, ну и бог с ним. Пусть они ДСВЖР там проплатили. Еще раз. Ты как жил бесплатно, так и продолжаешь жить бесплатно. Ну, да. Вопрос-то, ты как не платил, так и не платишь. Я сейчас не обсуждаю дальнейшие действия. Они сейчас будут пытаться вывернуть ситуацию, что типа, смотрите, халявщик живет, а за него мама платит. А, давай эту ситуацию разберемся. Значит, он халявщик живет, а, значит, и, скажем так, ну, давай разберемся эту ситуацию. Халявщик живет, за него мама платит. Ну, во-первых, не имеет значения, кто платит, кто вносит денежные средства. Здесь мы это вообще просто-напросто отсекаем. Почему? Потому что кто хочет, тот и платит. Вопрос по правоотношениям между тобой и самой ДСВЖР. Все остальное мы отсекаем. Ты самостоятельное лицо и ДСВЖР самостоятельное лицо. Я правильно понимаю? Ну, в принципе, да. Так. Твоя позиция. Предоставляйте мне все документы, оформленные надлежащим образом, я буду платить я. Правильно? Ну, такая позиция, да, пока идет. Все. Будут документы, оформленные надлежащим образом, я подчиняюсь решению общего собрания собственников, принятому в установленном порядке. Правильно? Угу. До представления таких документов вы действуете самоуправно, вы используете документы подложные, причем эти документы являются официальными с 2015 года. То есть речь идет о действиях, о нарушении норм уголовного права. Хорошо, ладно, Антон, у меня сейчас предложение, давайте немножечко сейчас отдохну и по твоим документам, я сейчас пройдусь немножечко, я вообще-то хотел сегодня урок не проводить, но раз уж такая новая тема интересная, я расскажу и покажу людям, что нужно делать и как. Все равно рассказывать надо, потому что вот этот протокол, подведение итогов, всего остального, это очень важная тема, тем более сургутская. Ты не против? Чего еще раз? Ну, чтобы по твоим документам я провел урок. Да не вопрос, пожалуйста, только персональные данные просьба затереться, мои, Войди Ивановны. А где они? В каком месте? А вот я тебе отправил в Телеграм документы и мне в ответку уже... А я не буду там ничего пока касаться, только вот эти. А, вот это не вопрос. Адрес можно публиковать, у меня адрес в публичном доступе. Угу. Ну и все, а больше тут ничего и не надо. Я сейчас не очень долго, почему, потому что времени, собственно говоря, нет, мне надо огромный объем информации делать. Стоит, подготовлю, вот. Ну, хорошо, сейчас вот отдохнем, через одну минуту начну урок. Интересная, любопытная, забавная информация. Ты под запись будешь делать? Да, да. Ой, я тогда у себя тоже размещу запись. Давай, ну, я как бы сейчас урок открою, расскажу. Чтобы люди видели. Ну да, у меня... Чтобы люди видели, что делает вот эти... Вот эта п***ь, которая сегодня обитает на территории города. Если они думают, что их не грабят, их грабят. Вот она. Хорошо организованная преступная группа. Ну ладно, я в 12 часов начинаю урок. Все, пока. Ты немножечко отдохну, каам, я хотя бы лечки пью. Добро. Благодарствую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...